Виновников, нищих артистов, словом, все мелюзги, которые можно назвать одним словом, беппи. Нетрудно понять, как часто этот народ нуждается во внезапной временной помощи. Понимаете, что я говорю? Появляются среди них особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под большие проценты. Среди таких, эти ростовщики гораздо хуже других, потому как появляются среди нищих ты. И потому рано умирает, вот все человеческое. Среди них был один, вот, мамон. Он отличался от других тем, что мог снабдить любой суммой под очень выгодные условия. Но страшнее всего была судьба всех тех, кто получал от него деньги. Все они оканчивались жить несчастным образом. И потому весь этот мир нищих людей соглашался терпеть последнюю нужду, нежели обратиться к ростовщику за помощью. Ростовщик это понимал. Такое положение делом он не устраивал. И он решил заказать портрет. Взглянув на который, любой человек доверился бы ему безусловно. Он слышал об одном художнике, который работал в колонне, и его кисть, по мнению многих, отмечалась небесной силой. Он заказал у него портрет, предложив такую сумму, от которой никто никогда не смог бы отказаться. Художник согласился и принялся за дело. Он пытался изобразить любовь в глазах этого ростовщика, но испытывал нервность. Он пытался испытать смирение, но сам был осквернен мыслями о скорой наживе. Дочь художника психея понимала, какое страдание причиняет отцу эта картина. И она решила спрятать портрет, так и не дав отцу его закончить. Эта маленькая девочка, она понимала, что ее бабочка делает что-то не так. Она поднялась никому не рассказывать, где портрет. Но, разумеется, на следующий день она все рассказала отцу. Они решили отыскать портрет и сжечь. Но он исчез. Вскоре ростовщик умер. Жизнь в колонне понемногу наладилась. В колонну пришла весна, и все было хорошо. Пока однажды... Собственно, он и появился снова. И произошло это здесь, в лавочке на Щукином дворе. Всем известно это место, правильно? Опрашка. В лавочке на Щукином дворе.